Награды Московской области предназначены для поощрения работников учреждений, организаций и предприятий, военнослужащих сотрудников силовых ведомств. Николай Якушев, председатель Одинцовского совета ветеранов, в четвертый раз получил правительственную награду, на этот раз знак Сергея Радонежского. Его вручают за особо благотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность на благо Московской области. Если честно, я еще не прочувствовал до конца, потому что это большое впечатление и большая честь для меня, для нашей организации, иметь такую награду. Я думаю, что любой человек, когда получает награду, чувство нельзя словами передать. Вот я, наверное, не могу сейчас передать словами то чувство, которое меня наполняет. Молодому поколению Николай Якушев пожелал всегда идти к цели и никогда не сворачиваться своего пути, ведь награда это... Результат какого-то труда. Вот я бы им пожелал просто честно выполнять свои дела, которые им предназначены, и любить людей. И я думаю, что у них все получится. Важно и то, что представители ветеранской общественности также берут на себя роль по стабилизации настроений в обществе. Они считают, что рассказывать о ветеранах молодежи нужно как можно чаще и подробнее. Да, конечно. Это ответственность очень большая и огромная, потому что за мной большой коллектив ветеранский. И чтобы его не подвести, я и впредь буду стараться выполнять честно свою работу для того, чтобы как-то облегчить жизнь ветеранам. Председатель Совета ветеранов поздравил всех жителей Одинцовского района с наступающими праздниками. Хотелось бы поздравить наших земляков с наступающим Новым годом. Дорогие друзья, с Новым годом! Пусть в вашем доме будет мир и спокойствие, любовь и ласка. Чтобы не было войны и чтобы все было хорошо. С Новым годом! Николай Якушев чувствует большую ответственность за проделанную работу с ветеранскими организациями. И надеется, что в следующем году их ждет также много новых проектов и побед. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова